История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков. Так писал русский историк Василий Ключевский. Давайте извлекать уроки вместе. Это загадки человечества и я, Олег Шишкин. Сегодня в программе. Шведский грифон покоряет Европу. ВВС более пяти стран уже приобрели шведские истребители. На что способна эта машина и сможет ли она стать достойным противником отечественному Су-57? У него задача выжить любой ценой в обстановке тактической полета, воздушного боя. Самые мощные квадроциклы в мире. Как выглядят сверхскоростные мотовездеходы современности? Как удалось разогнать такую машину до 300 километров в час? На этой там 700-ке топишь по пустыне 160 километров в час, прыгаешь с барханов. Роботы на параде Победы в Москве и карнавал вместо парада в Нью-Дели. Рейтинг самых необычных военных парадов в мире. Это парад великой страны, имеющий великую тысячелетнюю историю, показывающий доблесть, отвагу, силу и патриотизм. Проклятие игрушек. Откуда берутся куклы-убийцы? И почему обычный пластиковый пук сможет оказаться смертельно опасным? Раз, два, три, четыре. Мы уже в твоей квартире. Ученые Третьего Рейха могли построить первый космический корабль в истории. Кто стал пилотом нацистской ракеты? И почему Германия так и не стала лидером в освоении космоса? Гитлер неожиданно решил любыми средствами все же реализовать проект орбитального бомбардировщика. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Военные аналитики включили Швецию в страны-лидеры по продажам боевой техники. Так, недавно военно-воздушные силы Бразилии заказали у шведов несколько десятков истребителей «Грифон-Е». Первые из 36 самолетов бразильцы получат уже в следующем году. Всего Швеция собирается построить более 400 таких машин. В списке покупателей Венгрия, Чехия, Швейцария, ЮАР, Таиланд и Великобритания. Но чем шведский «Грифон» заслужил такую популярность? Какими боевыми качествами обладает машина? И сможет ли этот самолет противостоять отечественному Су-57 в реальном бою? Создатели всех боевых самолетов пятого поколения стремятся превратить свои машины в невидимки. Специалисты поясняют, новые истребители созданы не для лобового столкновения с противником. Их задача — скрытно нанести удар и незаметно исчезнуть. Но что произойдет, если аппарат все-таки обнаружат? О таком сценарии многие конструкторы стараются даже не думать. Новый шведский истребитель пятого поколения «Грифон-Е» отличается от большинства разработок стран НАТО. Он, как и российский Су-57, готов встретить противника в открытом бою. Самолет этот сегодня они называют как самолет выживания. У него задача — выжить любой ценой в обстановке тактической полета, воздушного боя. То есть он достаточно маневренный. Он хорошо ведет воздушный бой. И может работать как штурмовик по наземным целям, и как истребитель-бабрадурщик. Фактически он сам обнаруживает цели за много километров, за десятки, а то и за сотни километров. Он способен наносить удары ракетами. Он способен выводить из строя аппаратуру наведения противника. При всех своих возможностях шведский «Грифон» дешевле американских конкурентов в два раза. В боевых условиях любую его запчасть можно поменять за 10 минут, а двигатель — за час. Создают достаточно дешевую машину, но энергетически хорошую. И та, которая может реализовать боевые возможности современных средств поражения в реальном масштабе времени. Сегодня не переплачивая, получать эффективность такую же, как примерно самолеты пятого поколения. Но главное, за 30 лет полетов на «Грифонах» погиб только один человек. В начале прошлого года тайландский летчик не справился с управлением во время демонстрации на авиашоу. Машина ушла в штопор. По словам представителей компании-производителя, за два года они собираются построить 450 «Грифонов». Все машины встанут на вооружение военно-воздушных сил Швеции и Бразилии. Но эти страны далеко не единственные покупатели истребителя. На шведских самолетах летают пилоты Чехии, Швейцарии и ЮАР. А несколько лет назад болгарские военные также заявили о своем намерении приобрести партию «Грифонов». Пока что это перспективная разработка, которая должна заменить во многих странах мира самолет «Мираж-2000». Подписан пока что один большой контракт с ВВС Бразилии, который выделил на него 5,5 миллиардов долларов. По боевым качествам «Грифон» можно сравнить с известным самолетом Су-25 «Грач». Но между ними есть существенная разница. Российская машина имеет огромный боевой опыт. Тогда как «Грифон» сражался исключительно за внимание и аплодисменты зрителей на авиасалонах. Поэтому доверие боевых летчиков он еще не завоевал. Если сравнивать шведскую новинку с российским истребителем Су-57, двигатели и боевое оснащение нашего истребителя пятого поколения во много раз превосходят шведского «Грифона». На парижском авиасалоне европейские инженеры представили модель нового летающего квадроцикла. Аппарат развивает скорость до 80 км в час. Одного заряда аккумулятора хватает на 30 минут полета. По мнению экспертов, уже через 5 лет такие машины появятся в массовой продаже и заменят привычные мотоциклы и мопеды. Как выглядят самые мощные квадроциклы современности? И как удалось разогнать мотовездеход до 300 км в час? На этих кадрах гонщик едет на квадроцикле со скоростью 140 км в час. Но для японского «Раптора-700» это совсем не предел. В 2008 году из его доработанной версии пилот Терри Уилмет выжил 315 км в час. Этот рекорд до сих пор не побит. «Раптор-700» официально считается самым быстрым квадроциклом в мире. На полном ходу он может ехать даже по воде. Среди гоночных квадроциклов самым быстрым считается «Маверик Х3». Он разгоняется до 100 км в час всего за 4,5 секунды. Такой показатель большинству суперкаров даже не снился. Все сегодняшние подиумы в ралли-рейдах по всему миру, там, где есть зачет, собственно говоря, квадроциклетный, ну, мотовездеходный, он весь за «Мавериком». Большинство квадроциклов создано не для гонок по трассам, а для езды по бездорожью. И здесь нет равных этому американцу, самому мощному мотовездеходу в мире – 90 лошадей. А-ха-ха-ха! Такому не страшны ни грязь, ни сугробы. По проходимости этот мотовездеход лучше любого внедорожника. А этот квадроцикл называют самым безумным аппаратом в мире. И неспроста – это суперкар в мире квадроциклов. Двигатель мощностью 200 лошадиных сил позволяет разогнаться до 240 км в час. А это единственный в мире квадроцикл-амфибия. Всего за 5 секунд из мотовездехода он превращается в водный скутер. Когда квадроцикл ударяется о поверхность воды, то шины приподнимаются. Даже несмотря на то, что у нас включен режим высокой проходимости, который нужен для езды по песку, во время погружения меняется движение, и вся сила уходит в реактивный двигатель. Мода на электродвигатели не обошла и квадроциклы. На одной зарядке мотовездеход может проехать всего 25-30 км. Поэтому особой популярностью у покупателей электромодели пока не пользуются. Хотя свои преимущества есть и у них. Нет вибраций, нет звука двигателя внутреннего сгорания. Выхлоп от КПД у него выше, чем, соответственно, двигатель внутреннего сгорания. То есть, насколько ты открыл ручку газа или там педаль газа, настолько он и поехал. Тем не менее, большинство специалистов считает, что, несмотря на все технические новшества, квадроциклы не смогут заменить привычные мотоциклы и мопеды. Хоть с каждым годом мотовездеходы и становятся мощнее, принципиально они практически не меняются. Это по-прежнему не столько средство передвижения, сколько техника для охоты, рыбалки и развлечений. Далее в программе. Роботы на параде Победы в Москве и карнавал вместо парада в Нью-Дели. Рейтинг самых необычных военных парадов в мире. Это парад великой страны, имеющий великую тысячелетнюю историю, показывающий доблесть, отвагу, силу, патриотизм. Проклятие игрушек. Откуда берутся куклы-убийцы? И почему обычный пластиковый пуп сможет оказаться смертельно опасным? Раз, два, три, четыре. Мы уже в твоей квартире. Ученые Третьего Рейха могли построить первый космический корабль в истории. Кто был пилотом нацистской ракеты? И почему Германия так и не стала лидером в освоении космоса? Гитлер неожиданно решил любыми средствами все же реализовать проект орбитального бомбардировщика. Жизнь после конца света. Специалисты создали сценарий ядерного постапокалипсиса на Земле. Что произойдет с человечеством, если все ядерные державы планеты применят свое оружие? О начале ядерной войны вы, скорее всего, узнаете либо по факту, либо вообще не узнаете. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В этом году первыми на параде Победы в Москве по Красной площади прошли роботы. Отечественные военные показали робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9», а также беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран». «Уран-6» предназначен для саперных работ в городских условиях, а также на горных и мелколесистых территориях. «Уран-9» весит 12 тонн. Это разведчик и так называемый убийца танков. Робот вооружен автоматической пушкой, пулеметом, реактивными огнеметами «Шмель-М» и набором управляемых ракет «Атака». По словам экспертов, появление беспилотников на Параде Победы может включить его в мировой рейтинг самых необычных военных парадов. Какие торжественные шествия уже попали в этот список? В каких странах военные парады похожи на карнавал? И кто прославился самыми зрелищными построениями? Итальянские парады длятся всего несколько минут. Зрители жалуются, что даже не успевают разглядеть пробегающих мимо них солдат. Этих скороходов называют «берсальерами», и они самые быстрые пехотинцы в истории. Отряд создали в Сардинском королевстве в начале 19 века. Государству не хватало денег на содержание кавалерии, поэтому военное руководство решило обучить людей бегать быстрее лошадей. Коней в боях давно не используют, а легендарный отряд теперь развлекает любителей необычных парадов. Английские парады, напротив, слишком медленные. Солдаты в теплых медвежьих шапках изнывают от жары. Некоторые из бойцов даже падают в обморок, но традиция есть традиция. Это невообразимо долгое представление демонстрируют ежегодно. Чеканка шага, она в определенной степени зависит от самой страны. В Англии, так как она была британской владычеством морей и так далее, не придавали этому огромного значения, потому что именно традиции Англии, они уходят больше в военно-морской флот. Четкости и геометрии китайских парадов завидуют все страны мира. Строевой шаг в КНР считается особым видом искусства, а участие в параде равноценно получению звания героя. Поэтому маршировать здесь учатся с детства. В итоге получаются грандиозные строевые шоу. Это парад великой страны, имеющий великую тысячелетнюю историю, показывающий доблесть, отвагу, силу и патриотизм. Индийские парады похожи на карнавал. Среди танков и бронемашин едут платформы с актерами и декорациями. Сами солдаты одеты в яркие костюмы. Некоторые из них управляют верблюдами. А растяжки, которую индусы демонстрируют при марше, позавидуют цирковые акробаты. Показывают некую, так сказать, свою приверженность к тем индийским богам, которые и являются олицетворением. Как, собственно, Индии и Пакистан. Мексиканские парады – это демонстрация силы всей страны. На марш выходят не только военные, но и пожарные, полицейские и медики. Перед зрителями на специальных колесных платформах актеры разыгрывают сцены из жизни разных военизированных или экстренных служб. После поражения, к сожалению, от Соединенных Штатов Америки, после того, как Калифорния и Техас отошли к Соединенным Штатам Америки. Поэтому, естественно, Мексика должна была каким-то образом все-таки показать о том, что она самостоятельная, серьезная военная страна и должна была каким-то образом утереть нос Соединенных Штатов Америки. Российские парады военные эксперты называют выставкой самого современного оружия в мире. В этом году, 9 мая, на Красной площади организаторы праздничного марша показали сразу несколько новинок. Роботы «Уран-9» и «Уран-6», беспилотный летательный аппарат «Корсар», боевая машина огневой поддержки танков «Терминатор». Две 30-миллиметровые пушки и управляемые ракеты уничтожают огневые точки и фортификационные сооружения противника. В воздушной части парада приняли участие истребители МиГ-31К с новейшими гиберзвуковыми ракетами «Кинжал» для преодоления противоракетной обороны. Главной звездой парада стал многоцелевой истребитель Су-57. В конце прошлого года эта машина получила последний компонент, сделавший ее самолетом пятого поколения — двигатель. Искусственный интеллект может стать причиной ядерной войны. С таким заявлением выступила группа международных экспертов. По мнению специалистов, компьютерный разум даст правительствам ядерных держав ощущение технологического превосходства. Поверив в победу, многие не побоятся нажать ядерную кнопку. Но что произойдет, если Третья мировая война все же начнется? Облавленная пустыня, серое небо, радиоактивные дожди. Какой станет наша планета после ударов? Будет ли у человечества шанс выжить? И насколько близки к истине сценарии голливудских фильмов о ядерном апокалипсисе? Один из самых известных в мире экспертов по ядерным программам, Джеффри Льюис, смоделировал возможный сценарий Третьей мировой войны. Исследователь утверждает, что война может начаться уже в феврале следующего года во время традиционных американо-южнокорейских учений в акватории Японского моря. По словам эксперта, Северная Корея может оценить маневры соседа как реальную угрозу и вполне способна нанести превентивный ядерный удар. И согласно одному из сценариев ядерного апокалипсиса, применение оружия одной страной запустит цепную реакцию, и наша планета буквально расколется на части. Но большинство специалистов уверено, такого не случится. Существующих ядерных бомб на это не хватит. Они направлены на основные объекты, которые находятся под контролем потенциального противника. Даже если взорвать все существующее ядерное оружие одновременно на Земле, то просто, чтобы покрыть площадь Земли, площадью поражения, этого будет недостаточно. Но самый нелепый миф о ядерной войне касается определения зоны поражения от бомб. В интернете можно найти такой совет. При виде ядерного гриба вытяните руку и поднимите большой палец. Если облако больше фаланги, вы в опасности. На самом деле, если человек увидит ядерный гриб, у него будет только три секунды, чтобы спрятаться от ударной волны. О начале ядерной войны вы, скорее всего, узнаете либо по факту, либо вообще не узнаете о том, что у нас случилось просто. Не поймете, что именно вас уничтожило. С другой стороны, эксперты обнадеживают. Если не попасть в зону поражения ударной волны, шансы выжить довольно высоки. Тем более, что рассказы о неизбежной ядерной зиме сильно преувеличены. По мнению эколога Вадима Руковицына, миф о застилающих небо облаках пепла возник в середине 80-х годов. Тогда метеорологи сделали неверные расчеты на первых ЭВМ, не способных учесть все факторы. Сейчас нет модели атмосферы, которая способна была бы просчитать ее поведение и пути миграции веществ Земли. Даже погода, мы сейчас не можем предсказать, скажем, на месяц вперед более-менее четкой. Сейчас ученые считают, в случае, если килотонны сажи действительно будут месяцами висеть в небе, средняя температура на Земле упадет незначительно. Гораздо страшнее, что сажа будет разносить радиацию на километры вокруг. Это не просто сажа, это радиоактивная сажа, радиоактивная пыль, которая с облаками переносится на какие-то расстояния, потом попадает с дождем, отравляется вода, которая потом течет и, соответственно, тоже заражает какие-то территории. Впрочем, ряд специалистов утверждает, что вредное воздействие радиации также сильно преувеличено. Более того, некоторые эксперты даже считают ее полезной. Первыми об этом заговорили японцы. Более 70 лет они изучали пострадавших в атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Люди, не попавшие в зону непосредственного облучения при бомбардировке, не только не погибли, но и наоборот стали здоровее. Их организм был более устойчив к инфекциям. Они реже болели лейкемией и онкологическими заболеваниями по сравнению с остальным населением Японии. А недавно российские ученые доказали, муфидрозофилы живут намного дольше, если на них воздействовать гамма-излучением. Биосфера, животные вообще мало заметят все это дело, как растения. Может, им даже и к лучшему человеку больше мешает, чем помогает на самом деле. Для них это скорее только царство расцвета наступит. По мнению экспертов, наиболее страшная опасность во время ядерного постапокалипсиса будет исходить не от радиации. Куда страшнее друг для друга станут сами люди. Представьте современный город, который обесточили, перестал двигаться транспорт, перестали работать либо пекарни, магазины и так далее. В течение трех дней начнется полный хаос. После этого начнется борьба за выживание между теми, кто остался после первого удара. Человечество окажется в первобытном состоянии крайне быстро. Ученые подсчитали, что в случае ядерной войны погибнет примерно 2 миллиарда 200 миллионов человек. Больше шансов на выживание будет у жителей маленьких городков, расположенных в отдалении от любых военных объектов и крупных промышленных предприятий. Миф о гибели всего живого большинство экспертов считает несостоятельным. Однако на практике это утверждение лучше не проверять. Далее в программе. Исчезнувшие. Новые факты в громкой истории Наташи Кампуш. Узница-маньяка, проживавший в подвале более 8 лет. Почему судья обвиняет в похищении родную мать девочки? Она очень редко ходила в школу одна. Но именно в тот день она почему-то вошла одна. Ученые Третьего Рейха могли построить первый космический корабль в истории. Кто был пилотом нацистской ракеты? И почему Германия так и не стала лидером в освоении космоса? Гитлер неожиданно решил любыми средствами все же реализовать проект орбитального бомбардировщика. Ученые из Дрезденского технического университета разгадали тайну семи башен дьявола. Где находятся эти уникальные строения и в чем их секрет? Из этой местности вышли 20 тысяч человек, обладающих какими-то экстрасенсорными способностями. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В марте этого года на одном из кладбищ Мехико местные жители нашли ритуальную куклу. У пластикового пупса изо рта торчали клыки, а рядом с ним лежала детская пустышка с красной жидкостью. Но самое удивительное, по словам очевидцев, глаза и игрушки двигались, якобы они следили за людьми. По словам мистиков, многие черные маги и колдуны используют кукол в своих ритуалах. Но могут ли обычные игрушки оказаться смертельно опасными? Способен ли пластмассовый младенец убить своего владельца? И кто покупает такие куклы? Где бы ты ни находился, не исчезнешь никуда, мы найдем тебя всегда. Внимание! Открывать категорически запрещено. Недавно такая табличка появилась рядом с одним из экспонатов музея оккультизма в США. Хозяева выставки, братья Уоррены, утверждают, внутри прозрачной капсулы хранится смертельно опасный артефакт – кукла Аннабель. По легенде, эту игрушку музею передали две студентки одного из ближайших колледжей. Якобы девушки купили ее на блошином рынке, принесли в общежитие. И после этого в их комнате поселился полтергейст. Кукла неожиданно начала перемещаться. Ее находили совершенно непроизвольно переместившись то в один, то в другой угол комнаты. Через несколько дней они стали находить послания с просьбами о помощи, написанные детским почерком. Затем на платье куклы выступили кровавые пятна. Девушки были уверены – кто-то их разыгрывает. Чтобы поймать шутника, они попросили знакомого переночевать в их комнате. Он уверял, что выследит виновника. Но наутро молодой человек сам поверил в проклятие. Я обнаружил у себя на груди царапину от семи когтей. Как будто была такая семипалая ладонь, провела когтями по его груди. Тогда студенты обратились к медиуму. Экстрасенс утверждал, что внутри куклы живет злой дух. Якобы именно он третирует девушек. Несмотря на предложение мага изгнать чертовщину из игрушки, молодые люди предпочли продать проклятый артефакт братьям Уорренам. Теперь уникальная кукла украшает экспозицию музея оккультизма. Раз, два, три, четыре, мы уже в твоей квартире. Самой знаменитой проклятой игрушкой, на которой сумел заработать ее хозяин, стал пластиковый пупс по имени Гарольд. Его уже несколько раз перепродавали на различных аукционах. Первый владелец куклы Грегор Мишка утверждал, что как только он купил Гарольда на блошином рынке во Флориде, его стали преследовать неудачи. Сначала умер кот, потом ушла девушка, а сам он внезапно стал мучиться хроническими мигренями. За 300 долларов кукла была продана уже новому владельцу, который неожиданно погиб впоследствии. По легенде, следующий владелец Гарольда умер от рака мозга вскоре после покупки проклятой игрушки. Другой хозяин куклы погиб, упав с лестницы. Удивительно, но несмотря на все несчастья, Гарольда охотно покупают на аукционах. Более того, цена опасного пупса растет с каждой новой трагедией. Здесь не столько кукла приводила к каким-то негативным событиям, а сколько она энергетически, уже после заявления информации о том, что она дурно влияет, вызывает головные боли и мигрени, она энергетически уже стала попадать к владельцам, которым была предназначена короткая жизнь. В Японии есть своя легендарная игрушка – кукла Акику. Считается, что в нее переселилась душа умершей девочки. В 1917 году один моряк привез эту куклу из саппора в подарок сестре. Акику – это по имени девочки, которые подарили на дне рождения куклу. Через год девочка умерла, и родители заметили, что у нее растут волосы, при том, что изначально волосы были короткие у куклы. По легенде, напуганные родители передали игрушку в местный храм, а сами навсегда уехали из города. Мы искать тебя не станем, но как только нас увидишь, приговор себе подпишешь. Уникальная кукла до сих пор хранится в святилище. Ей приносят пожертвования и даже молятся. Но самое удивительное – волосы у Акику не перестают расти вот уже сто лет. И священнослужители периодически подравнивают стрижку Акику, чтобы привлечь внимание, и чтобы эта история все дальше и дальше интересовала людей. Рост волос связан с тем, что душа поселилась в эту куклу, перешла после смерти. И поэтому кукла стала в каком-то смысле живой. Но большинство экспертов уверено, все легенды о проклятых куклах – это сказки, созданные их владельцами ради извлечения прибыли. Специалисты утверждают, на самом деле у этих игрушек нет никакой мистической силы. Все, что публично мистифицируется, это процентов, мне кажется, 90. Просто желание заработать и как-то привлечь внимание. Действительно, практически все так называемые проклятые куклы так или иначе приносят деньги своим хозяевам. Например, та же Акику стоит в храме, где ей оставляют пожертвования. За возможность посмотреть на Аннабель в музее Уорренов посетители платят не менее 5 долларов с человека. А пластиковый пупс Гарольд до сих пор выставляется на аукционах. В марте следующего года инженеры российских космических систем запустят на орбиту уникальную международную обсерваторию «Спектр-Рентген-Гамма». По задумке создателей, этот орбитальный телескоп должен составить детальную карту Вселенной, обозначить около 3 миллионов сверхмассивных черных дыр и порядка 100 тысяч скоплений галактик. Обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» – совместный проект России и Германии. Некоторые историки утверждают, что на самом деле именно Германия была пионером в освоении космоса. Мало кто знает, но во времена Третьего Рейха нацистские ученые разработали один из первых проектов по освоению околоземной орбиты. Каким образом фашисты планировали покорить космос? Кого хотели отправить к звездам? И чем закончилась эта миссия? 1 июня 1945 года советские военные прибыли в Пенемюнде – один из главных немецких ракетных полигонов. Там они обнаружили проект космического самолета-бомбардировщика «Зильберфогель» – «Серебряная птица». Его разрабатывал Ойген Зенгер – один из лучших ученых-физиков мира. В небо он выстреливался с помощью трехкилометровой катапульты со скоростью 23 тысячи километров в час на высоту 200-300 километров. То есть, ну, фактически в космос. Самолет был способен несколько раз обогнуть земной шар, а затем благополучно приземлиться. По секретным документам, план мощной ракетной системы создали еще в 1941-м. Тогда же Гитлер назначил Зенгера директором научно-исследовательского института ракетной техники. Но постройка орбитального бомбардировщика требовала слишком больших затрат. Поэтому фюрер заморозил проект. Зенгера отстранили от должности, после чего ученый уехал в Лондон. О нем вспомнили в 1944 году, когда война близилась к развязке. Гитлер неожиданно решил любыми средствами все же реализовать проект орбитального бомбардировщика, австрийского инженера. Когда Сталин узнал об уникальном проекте ракетной системы Третьего Рейха, то приказал разыскать Зенгера. Советский Союз интересовал не только сам ученый, но и его жена Ирэн Бретт. Она делала все математические расчеты к чертежам мужа. Но найти супругов так и не удалось. Наши уже начали его разыскивать. Вот, спецслужбы. Значит, английские спецслужбы его спрятали. Он несколько месяцев находился, потом он так продолжал сотрудничать. То есть он стал невозвращенцем. В последние годы войны Гитлер хотел уничтожить Нью-Йорк. Сбросить на него бомбу с радиоактивным кварцем. Фюрер планировал использовать для воздушного удара космолет, спроектированный Зенгером. Немцы рассчитывали, что ученый завершит свою работу. Когда в Ставке фюрера поняли, что разыскать инженера невозможно, проект передали главному конструктору Третьего Рейха, Вернеру фон Брауну. По чертежам Зенгера он построил двухступенчатую ракету. Была построена стартовая площадка специальная, которая представляла собой трехкилометровую монорельсу, на которой салазки укреплялись разгонные, на которой снабжались шестью мощными двигателями реактивными. И на них устанавливалась, значит, космоплан. Космоплан развивал невероятную скорость – 6000 метров в секунду. Так Германия получила уникальное для своего времени оружие массового поражения – пилотируемую ракету. По расчетам этот аппарат мог проходить через атмосферные слои и выходить в космическое пространство. Он при достижении определенной высоты, плотности, атмосферы, он от нее отталкивался, отражался, как вот камень плоский от воды. То есть он отражался, подпрыгивал еще и еще раз. То есть это, во-первых, удлиняло его траекторию, плавно снижалась скорость, то есть он мог потом где-то приземлиться. Немцы понимали – проект сырой, недоработанный. Но времени на эксперименты не оставалось. Близился конец войны. Германия ослабевалась каждым днем. Фон Браун предложил фюреру немедленно использовать ракету для удара по Нью-Йорку. Ночь на 30 ноября 1944 года с подводной лодки вблизи американского берега высадили десантников. Их главной задачей было установить радиомаяк наведения на одном из небоскребов Нью-Йорка. Но операция провалилась. Немецких агентов арестовали сотрудники ФБР. Тем не менее, работы по подготовке запуска ракеты, получившие кодовое имя Америка, продолжались. Было принято решение сделать ее пилотируемой. Для полета готовили несколько пилотов, среди которых выделяли несколько ответственных людей из СС. Некоторые военные историки считают, несмотря ни на что, космоплан все-таки запустили. Якобы это произошло 24 января 1944 года. Его пилотом стал штурман-фюрер СС Рудольф Шрёдер. Предположительно, аппарат вышел в космос, но до США не долетел. Сбился с курса и упал в океан. Был ли живым в это время Рудольф Шрёдер? Вряд ли. Ведь кабина с ним воспламенилась еще во время прохождения атмосферы, после чего немецкий летчик просто задохнулся. После окончания войны проект нацистов таинственно исчез. По мнению некоторых экспертов, при достаточных сроках подготовки немецкая Америка могла стать первым официальным проектом двухступенчатой ракеты в истории. Прокуратура Вены рассматривает возможность возобновления дела Наташи Кампуш. Эта девушка 8 лет провела в плену у жестокого маньяка. Казалось, в истории 20-летней давности уже давно поставили точку, но бывший судья Мартин Ваббл сообщил о новых обстоятельствах. Он подозревает, что в похищении Наташи виновны ее родители. Якобы таким образом они хотели скрыть другое преступление – распространение детской порнографии. Могла ли девочка стать жертвой алчности собственной семьи? Какие отношения на самом деле связывали девушку и маньяка? Почему Наташа стала единственной, кто оплакивал смерть преступника? И как семья Кампуш разбогатела на этой трагедии? Я делала уроки, читала, писала. Я могла смотреть телевизор и слушать музыку. Бывшая узница жестокого маньяка, сегодня телеведущая, писатель и популярный блогер. Многие жители Австрии осуждают ее, ведь она превратила свою трагедию в источник дохода. На такие заявления Наташа отвечает всегда одинаково. Если не я, то кто еще должен получить хоть что-то от всего этого? После побега от маньяка, в плену у которого она провела более 8,5 лет, Наташа дала десятки интервью. Вместе с матерью Бригитой Сирни девушка написала несколько книг, а документальный фильм о ней, снятый австрийской телекомпанией, показали более чем в 120 странах. За каждую минуту эфира Наташа получила 290 долларов. Сегодня бывшая жертва насильника – завидная невеста с весьма хорошим приданным. Надо сказать, что общество в принципе привыкло, что жертва прячется. И как можно действительно испытать сожаление? Представляете, какой цинизм у людей? А тут ты еще вышла победительницей? С момента похищения Наташи прошло 20 лет. Казалось, что о ее истории давно забыли. Но недавно бывший судья по делу Кампуш Мартин Вабл выступил с сенсационным заявлением. Он считает, что настоящим организатором похищения девушки был не бывший техник Вольфганг Приклопель, а ее родная мать Бригита Сирни. Например, Вабл отметил, что именно в тот день девочка оказалась на улице совсем одна. Она очень редко ходила в школу одна. Но именно в тот день она почему-то пошла одна. Я смотрела на нее из окна. Когда смотришь из нашего окна, видно торговый центр. И его крыша закрывает обзор. Как только она к нему подошла, пропала из поля зрения. Бывший судья не единственный, кто не согласен с выводами следствия. Пять лет назад отец похищенной девушки опубликовал свою книгу, где назвал дочь лгуньей. Но кого и каким образом могла обмануть десятилетняя девочка, прожившая более восьми лет в подвале дома маньяка? Я прошла треть пути до школы, когда увидела мужчину, стоявшего у белого пикапа. Сначала хотела перейти на другую сторону, испугалась. В школе все говорили о каком-то маньяке, который похищает и убивает детей. Но потом решила просто пройти мимо. И он затащил меня в машину. Позже одна из свидетельниц сообщила, что видела, как какой-то мужчина силой посадил девочку в белый микроавтобус. И это стало единственной ниточкой для следствия. Наташу искали по всей стране и даже в соседней Венгрии. Но не нашли и уже посчитали мертвой. А она все это время была совсем рядом. В небольшом городке Штрасхоф-Андернордбанн. Всего в получасе езды от Вены. В первый день он принес мне матрас толщиной не более пяти сантиметров. Моим единственным одеялом была голубая тряпка, которую он бросил мне. Вместо подушки я положила под голову свой жакет. Я не хотела снимать платье, боялась. Мне было страшно потерять хоть что-то из моих вещей. Но он отобрал у меня рюкзак и сжег мои туфли. Все восемь лет Наташа прожила в самодельном бункере под гаражом маньяка. Неприметного техника Вольфганга Приклопеля. Еще до похищения он вырыл яму 2 на 3 метра. Установил в подземелье душ, кондиционер и бронированную дверь. Под потолком было две камеры наблюдения. Вход в помещение был настолько узким, что полицейские эксперты с трудом смогли протиснуться через этот люк. Самое удивительное, что в первые месяцы поисков Приклопель входил в число подозреваемых. Однако почему-то полиция потеряла к нему интерес. И у Наташи практически не осталось надежды на спасение. На него никто не мог подумать, потому что он, по мнению окружающих, его считали геем. И подумали, что девочку он не мог похищать, потому что не в его это интересах. В своих многочисленных интервью Наташа никогда не говорила о каких-либо сексуальных отношениях с похитителем. Девушка рассказывала, как Приклопель избивал ее за непослушание или дарил подарки по праздникам. Со временем он даже стал выводить ее на улицу, брать на прогулки. Но почему же она не сбежала раньше? На людях он никогда не оставлял меня одну. Всегда следил за мной и нервничал, если я отходила от него хоть на три сантиметра. Еще всегда угрожал, что если я хоть с кем-то заговорю, то он убьет и меня, и этих людей. После первых интервью Наташу обвиняли в том, что на самом деле она не была узницей и жила с Приклопелем по собственной воле. Некоторые эксперты утверждали, что она даже была беременна от насильника. Вот только куда подевался ребенок, неясно. Главной причиной появления этой версии стала реакция Наташи на смерть преступника. После ее побега маньяк бросился под поезд. Когда девушки сообщили о его гибели, она зарыдала. Значит, существует такой термин, значит, стокгольский синдром, когда жертва, в принципе, сочувствует, даже там как-то располагается к своему похитителю. Такие версии существуют, что якобы, возможно, там, жертва даже любила там своего похитителя. Сегодняшние главные обвинители Наташи Кампуш – бывший судья по ее делу Мартин Вабл и ее родной отец Людвиг Кох. Вабл предполагает, что похищение девочки – дело рук ее матери, якобы использовавшей дочь в съемках детской порнографии. Бывший судья даже утверждает, что располагает доказательствами, некими снимками и свидетельскими показаниями. Вот только предъявить их общественности он наотрез отказался. Отец девушки, напротив, считает, что его дочь сама обманула весь мир. По его мнению, с маньяком она жила по доброй воле и даже хотела стать его женой, а после отказа того сбежала. Но большинство экспертов уверено – его версия всего лишь месть, ведь из больших гонораров дочери ему не досталось ни цента. Наташа недавно исполнилась 30. Она не замужем и у нее мало друзей. Раз в месяц бывшая узница приезжает в тот самый дом, где в плену у маньяка прожила более 8 лет. Девушка специально выкупила здание у матери Приклопеля. Подвал, где ее содержали, залила бетоном. По словам Наташи, это ее собственная терапия. В тот день, когда она сможет войти в это здание и ничего не почувствовать, она поймет, что эта история наконец-то закончилась и для нее. Ученые из Дрезденского технического университета разгадали тайну появления так называемых башен дьявола. Эти шестиугольные каменные колонны стоят в самых необычных местах планеты. Известно о существовании семи таких природных образований. Самые известные из колонн находятся в американском штате Вайоминг и на тропе Великана в Северной Ирландии. По легенде, башни дьявола образуются в тех местах, где с небес на землю спустились падшие ангелы. Но как этот феномен объясняет наука? Что на самом деле находится под зловещими башнями сатаны? Эти загадочные объекты, их часто называют башнями сатаны, есть по всему миру. Несколько находятся и в нашей стране, на Дальнем Востоке. Базальтовые утесы из колонн правильной шестиугольной формы. Некоторые исследователи уверены, это искусственно созданные сооружения. Но кто и для чего мог их построить? Самой большой, так называемой, дьявольской башней считается скала в США. Она в два с половиной раза выше знаменитой пирамиды Хеопса. Коренные жители этих мест, индейцы, верили. В сооружение построил демон, вызывающий гром и молнии. Считается, что это есть некие точки, вокруг которых формируется какая-то негативная энергия, которая имеет возможность влиять на окружающую обстановку. Мистики считают, что подобные башни излучают мощную отрицательную энергию. Возможно, именно поэтому многие тайные сообщества витами искали эти сооружения по всему миру. Загадочными объектами заинтересовались даже в Третьем Рейхе. Эненербе – это войска при СС, которые искали как бы подключиться к какой-нибудь темной силе, чтобы больше вот этой мощи приобрести, чтобы армия стала несокрушимой. Также и искали башни сатаны и масоны. Они тоже думали, что оттуда можно подчеркнуть некую силу, которая даст максимальное влияние на всю планету. Интерес к башням дьявола появился после публикации трудов французского философа-метафизика Рене Генона. В начале 20 века ученый побывал в Африке, где изучал средневековые тексты. Он утверждал, что нашел в них описание этих башен, их точное количество и координаты. Рене Генон описал эти места как некая дуга, которая описывает Евроазию. Это Судан, это район Сирии, это район Туркестана, то есть бывшие советские республики. И вот по этой дуге и находятся эти так называемые семь башен. По словам Рене Генона, семь башен соответствовали числу падших ангелов. Якобы именно в этих местах они упали с небес на землю, оставив на ней так называемый отпечаток ада – башни с сильным излучением темной энергии. Метафизик уверял, тот, кто отыщет все семь башен сатаны, получит небывалую силу и обретет власть над миром. Например, башня сатаны, которая находится в Судане. И там из этой местности вышли 20 тысяч человек, рожденные вокруг нее, обладающие какими-то эксцессорными способностями. Башни искали на территории Ближнего Востока, в Африке, в Средней Азии, на Урале и в Западной Сибири. В итоге базальтовые колонны шестигранной формы нашлись в десятках мест на земле. Но неужели эти строения на самом деле обладают магической силой? Современные ученые утверждают, это не строение древних людей и не метки дьявола. Эти природные исполины – застывшая лава. Сегодня с помощью компьютерной программы эксперты могут даже смоделировать образование скал такой необычной формы. Выход и деформацию лавы во время застывания. Когда происходил разлом земли или были вулканические извержения, то лава, подымаясь на поверхность, застывала сверху. И масса этой лавы, застывая сверху, она сжималась. Сжатие приводило к тому, что эти башни имеют шестигранник в своей основе. Ученые доказали, что изначально остывающая лава лопается и превращается в шестигранники. Такой процесс позволяет выйти наибольшему количеству тепловой энергии максимально быстро. Страница истории стоит целого тома логики. Эта фраза принадлежит американскому поэту и писателю Оливеру Холмсу. Он утверждал, что самые логичные выводы могут быть ошибочными. Давайте наблюдать за историей вместе и не делать поспешных выводов. С вами был Олег Шишкин и вы смотрели «Загадки человечества». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова